Экспедиционный багажник Парковка какого-нибудь торгового центра становится просто невозможно Далее он увеличивает высоту центра масс А из-за того, что все-таки имеет вес, еще и снижает дорожный просвет Более того, он даже немножечко снижает проходимость Опять же из-за того, что автомобиль становится больше и несколько тяжелее Все-таки все эти багажники весят достаточно прилично, как взрослый человек А еще он создает аэродинамические шумы во время движения автомобиля по дорогам общего пользования с большой скоростью Ухудшает динамику и увеличивает расход топлива А учитывая все вышесказанное, тем удивительнее тот факт, что экспедиционный багажник себе я все-таки купил Ханюка, о ханюка, камонарь, дам минаора У меня впервые в жизни возможность лично посмотреть на эти изделия, потрогать их руками и понять, насколько качественно они сделаны А, к слову говоря, сделаны-то они действительно качественно, не в пример самому автомобилю Появилось только на официальном мероприятии, на котором меня пригласила пиар-служба УАЗа под названием Кубок Шноркеля Там вот было импровизированное соревнование на импровизированном же бездорожье, так сказать, блогеры против журналистов Так вот, там, конечно же, был представлен экспедиционный УАЗ Патриот, именно для которого, собственно, весь этот комплект и создавался Мы в последнее время очень много говорим об экспедиционном УАЗ Патриот Вот, собственно, он здесь стоит, это не просто экспедиционный Патриот, он уже проехал Ладогу Занял там восьмое место из всех экипажей, ничего с ним не случилось И именно тогда я и загорелся идеей рано или поздно купить себе точно такой же Нет, конечно же, существуют и другие экспедиционные багажники и даже другие лестницы Но, знаете, по крайней мере, в том, что касается лестниц, все, что было до этого Либо крепилась к калитке, которая зачастую шла вместе с силовым бампером Либо поверх вот этой вот многострадальной двери, которая и без того у многих провисает А тут еще здоровенная лестница вместе со здоровенным же мужиком На ней, ну, на мой взгляд, это как-то неправильно В общем, предыдущий вариант я себе даже не рассматривал теоретически А этот прям, прям вот понравился Единственное, что разбирают их вообще как горячие пирожки Помимо того, что надо ставить на заводские комплектации еще и как-то продавать И поэтому прошло некоторое время, пока я сначала сжился с этой идеей, что я себе его все-таки куплю А потом, собственно говоря, смог уже купить Именно об этом я, пожалуй, сейчас и расскажу О том, как я покупал, где, почем, потому что по-любому будут такие вопросы А покупал я что багажник, что лестницу одновременно в официальном магазине УАЗ Для тех, кто не знает, да, есть такой магазин от самого завода Сам завод, по сути, продает и запчасти, и аксессуары, и какое-то дополнительное оборудование Почему, собственно, у них, а почему, собственно, и нет Это, вообще-то, оригинальный аксессуар, который продает сам производитель, по сути Почему я должен обращаться в какой-то магазин, который накручивает цену, естественно Ну, это же магазин, и фактически в данной цепочке является перекупщиком А не обратиться напрямую к самому производителю и купить по его отпускной цене И артикул данного багажника, и его цену вы сейчас видите у себя на экране Как вы можете видеть, стоит он всего лишь каких-то 13,5 тысяч И, вообще-то, это самая низкая цена на багажник подобной конструкции, подобного размера, а вообще И риф, и всякие китайцы стоят намного, намного дороже Да, лестница, вот вы сейчас ее видите на экране, стоит почти как сам багажник Десятку, и это дороже, чем почти все остальные лестницы Но тут 70% ощущения от этого нового багажника фактически заключается именно в этой вот новой необычной лестнице Которая крепится непосредственно к нему Поскольку эти два товара и являлись всем тем, что я хотел приобрести Сразу же перехожу к оформлению заказа Вот он мне подсчитал итоговую стоимость предварительную И предлагает выбрать способы оплаты Как вы видите, их несколько Можно оплатить непосредственно курьеру при получении А можно на сайте онлайн по карточке Казалось бы, на кой хрен мне платить на сайте, если я могу оплатить при получении А вот на кой хрен Видите квадратик такой маленький, табличечку Скидка 3% Ну, не пропадать же деньгам, да, естественно, я оплатил по карте Вот он мне подсчитал уже итоговую стоимость Доставка выходит в 2000 рублей В принципе, не очень дешево Но с учетом того, какой массы эти два груза и какого они размера Тем более, что надо еще везти из Ульяновска Я бы сказал, что это недорого А доставка оформляется причем к дому То есть не куда-то на склад надо потом приезжать самому забирать Хотя к подъезду непосредственно тебе привезут Вот, не успел я все это оформить и буквально вот только-только оплатил Мне тут же прям перезванивает менеджер Хотя, ну, по московскому времени, по крайней мере, был уже поздний вечер Ну, естественно, перезванивает для уточнения деталей заказа И правда сообщает, что на данный момент в наличии этих деталей нет Но ожидается поставка прям буквально вот-вот Что все это дело разбирают прям очень-очень быстро И они тупо не успевают обновлять информацию на сайте Проходит совсем немного времени Он мне тут же перезванет, вы знаете, говорит, все-таки есть последний буквально комплект в наличии И вам его привезут в то время, в которое вы указали в тот день Павел, здравствуйте, интернет, магазин компании у вас он звонит Значит, по вашему заказу на лестницу и багажник Я звоню, сообщите, что у нас на вклад раньше указанного срока поступил один комплект лестницы и багажника И мы товар зарезервировали по два Прекрасно Груз забирается транспортной компанией И в начале следующей недели, понедельник, консервочно Вам груз придет и везут Заказал я в четверг А в понедельник груз уже был в Москве Во вторник мне его привезли Собирал я эти конструкции самостоятельно В принципе, там абсолютно ничего сложного нету В комплекте идет инструкция, примерно такая же, как вот из Икеи Поэтому, если вы хоть раз в жизни собирали мебель из Икеи, то никаких проблем у вас точно не возникнет Единственное, что, конечно, эта штука довольно тяжелая И мне вот сосед со своим другом помогли водрузить наверх вот эти вот секции самого багажника Потому что, ну, в одиночку, честно говоря, сложно представить, как это сделать Ну, может, как-то, если очень сильно помучаться и можно Но лучше будете делать, позавите какого-нибудь друга в помощь Инструкции от них я в PDF выложу по ссылкам в описании Чтобы вы могли посмотреть Ну, на случай, вдруг вам понадобится эта инструкция по сборке Вы сможете и посмотреть, как это делать Почитать характеристики, комплектность, что куда вставляется Ну, багажник идет отдельно двумя кусочками То есть, передняя и задняя секции Они друг с другом соединяются Снизу к ним прикручивается 8 кронштейнов К этим кронштейнам треугольнички И эти треугольнички через резиновые прокладки опираются на водостоки в крыше Центральные треугольнички берутся с такими прорезями Чтобы можно было регулировать угол изгиба Потому что две секции встают и между собой могут немного играть Вот, поэтому надо этот вопрос регулировать Там тоже, опять же, ничего сложного Все собрали и по месту уже поправили и болты подтянули И, в принципе, все Далее лестница С лестницей, конечно, немножко поинтереснее Крепится она к багажнику, поэтому сама по себе без багажника ценности не представляет Внизу она не опирается на дверь, но имеет упор Упор и ответную часть замка Крепится она на штанге металлической Которая с одной стороны прикрепляется к двум болтам кронштейна запаски То есть, надо снять запаску, открутить эти два болта Приложить к трубу и закрутить болты С другой стороны, на замок закрывания сам двери Опасаться не нужно, что она крепится на замок Потому что вертикальной нагрузки на ней практически нету никакой Только когда лестница опущена и вы встаете на нее ногами Вы немного толкаете от себя То есть, пытаетесь своей массой немножко еще дополнительно закрыть дверь Ну, в этом плане я уверен, что болты более чем со своей задачей справляются Опять же, чтобы нигде не задевать кузов, сделана такая маленькая резиновая прокладочка Которая защищает его от царапины Поначалу я не совсем правильно установил багажник именно продольно Потому что в инструкции не написано, насколько именно его куда смещать И у меня лестница не попадала в сам замок, не закрывалась Но, оказывается, вертикально лестницу можно регулировать, продольно сдвигая сам багажник Это несколько было неочевидно, ну, по крайней мере, для меня, может, я глупый Вот, поэтому пришлось с этим повозиться где-то полчаса, прежде чем я понял, как именно регулировать В итоге все сдвинул, все поставил, все вошел идеально В пазы никаких вообще проблем У всего есть резиновые прокладки, демпферы, упоры Все собирается просто элементарно Нужен, ну, всего лишь обычный минимальный набор инструментов Единственный момент – это болты для регулировки максимального подъема лестницы Это маленькие болтики с шестигранной головочкой под четырехмиллиметровый шестигранник Подлезть туда какой-то отверткой практически невозможно Но нужен именно вот маленький такой Г-образный шестигранничек Выкручивать болты, по крайней мере, мне пришлось практически полностью Там очень мало осталось резьбы с обратной стороны под гайку Потому что, выкрутив совсем немного, лестница все равно слишком высоко поднималась И приходилось, по сути, прыгать, чтобы до нее дотянуться К примеру, жена моя, она существенно ниже ростом Она бы уже не смогла просто так в багажник слазить, а потом обратно все закрыть Поэтому, конечно же, нужно все это дело отрегулировать Дальше, поскольку, как вы видите, лестница начинается достаточно высоко И надо быть приличного роста, чтобы легко сразу залезать на первую же ступеньку В комплекте идет еще и вот такой вот удлинитель левой буксировочной проушины Крепится он достаточно надежно Немножко может поворачиваться лево-вправо, даже будучись хорошо затянутым Но вроде бы никуда не девается Я уже испытывал такую буксировочную проушину, когда брал на тест УАЗик с заводской лебедкой Почему-то эта проушина там уже стояла, мы за нее машину дергали Она даже была до конца не затянута, болталась Но никаких проблем, она свою нагрузку выдерживает Хочу еще кое-что сказать об этом багажнике Отличительной его особенностью является вот эта вот сеточка Не знаю почему, но на многих багажниках ее нет Здесь она проложена прям практически от края до края За исключением одной вот этой вот центральной полосочки Почему здесь нет сетки? Ну, как я и сказал, потому что этот багажник состоит из двух секций Ну, собственно говоря, ее здесь нет Почему она именно такая широкая? Ну, не знаю, вот такая вот она, такой ширины Как бы то ни было, сетка достаточно прочная Без проблем выдерживает мой вес Даже если я встаю прям строго посередине Приварена, к сожалению, не во всех точках к перекладинам Но во многих Каждая точка аккуратненько, где вот она, прокрашена Так что ржаветь, в принципе, не должно В целом он прокрашен вообще достаточно аккуратно И я надеюсь, что достаточно долго ржаветь не будет Ой, мы же чуть с вами не забыли поговорить о плюсах экспедиционных багажников Как таковых, не конкретно этого, а в принципе Ну, помимо очевидного, это перевозки крупногабаритных грузов А также просто грязных грузов, которые не хочется кидать в салон Да, там, тросов, сэнтреков, запасных колес, которые пропорол и снял Ну, не в салон же кидать, да? Вот Что еще можно с ним делать? За экспедиционный багажник очень хорошо держаться и раскачивать машину на бездорожье Далее за него также очень удобно цеплять крюк лебедки Ну, потому что каждый раз его сматывает геморно А когда сильно хорошо застрял, он окажется внизу Возиться в грязи неудобно А тут зацепил, снял Все очень легко, доступно и удобно На багажнике можно просто стоять и сидеть А также, ну, например, собирать яблоки Вот для чего нужна такая машина Единственное, яблоки собирать А поскольку внутренние размеры данного багажника составляют внушительные 182 на 118 На нем даже вполне можно спать вдвоем Только надо подложить что-нибудь мягкое под себя Ну, кстати, например, мой надувный матрас А еще на багажнике можно, ну, просто кататься Наверное, фактически Единственным недостатком данного комплекта является тот факт, что Самая первая ступенька установлена, ну, не высоко и не низко А именно так, как она установлена Из-за этого, когда в грязной обуви будешь вот так вот на нее вставать Можно испачкать и поцарапать накладку двери Накладку ручки задней двери В принципе, можно и не испачкать, если правильно, да, ногу поставить Но была бы она ниже, вообще бы нога бы не встала Была бы выше, было бы сложнее залезать Так что, ну, такой компромиссный момент Но, в любом случае, накладка, скорее всего, будет постепенно пачкаться И еще такой момент Это вот эти вот газовые лифты, пружины Которые установлены для того, чтобы, собственно говоря, поднималась лестница наверх Из-за того, что они вот так вот насквозь стоят и оказываются очень близко к кузову Практически невозможно становится поставить спойлер Который очень популярен среди его заводов Люди его ставят для того, чтобы защититься от протекания воды в багажник, когда открываешь дверь Ну, и своей головы, в принципе, чтобы тоже не капало Хотя, в принципе, мне кажется, я видел один патриот с установленным вот этим вот комплектом и спойлером Каким образом это было достигнуто? Ну, очень просто Багажник был смещен просто до предела назад И этого хватило прям вот в фритирочку, чтобы газовые вот эти лифты опущенные не задевали об спойлер Но то, опять же, вопрос, какой именно спойлер и уже несколько разных Наверное, не каждый подойдет, не буду ничего утверждать Что касается уровня шума и расхода топлива от появления этого багажника Ну, если бы я сказал, что он не шумит, это было бы откровенным обманом И мне бы никто не поверил, потому что совершенно очевидно, что багажники на крыше добавляют уровень шума И, естественно, увеличивают расход топлива Но вот я его себе поставил, и на следующий день в Торопях мы там поехали на день рождения к моему другу Ехать надо было по МКАДу, ехали с довольно большой скоростью местами И я, ну, как бы у меня в голове даже не держалось то, что у меня сейчас стоит багажник Ну, доехали и доехали, я даже ничего не заметил такой, в голове ничего не отложилось Потом через день еще была поездка, и я еду и думаю, какой же ветер на улице сильный все-таки Потом посмотрел по сторонам, деревья вроде не качаются, ничего такого нет Потом думаю, я же сейчас в машину садился, ветра вроде никакого не было А потом до меня дошло, это же все-таки багажник у меня на крыше появился И, естественно, от него есть какой-никакой шум Я не могу сказать, что он существенный, тем более, вы понимаете, да, раз я его даже не заметил с первого раза То он не очень большой Проявляется он где-то со скоростью 80 и выше И представляет из себя вот реально звук ветра Кто вот ездил в ветреную погоду, тот знает, что вот когда по кузову ветер сильный дудка Иногда такие низкочастотные шумы появляются Вот примерно так он и звучит Не шумит, именно звучит То есть ни гудения, ни свиста никакого нет, это точно По влиянию на расход топлива пока сказать ничего не могу Это надо достаточно много ездить по примерно одним и тем же маршрутам С примерно одной и той же скоростью, чтобы установить зависимость Но вот по ощущениям я не думаю, что сильно повлияло Потому что на большой скорости накат примерно такой же Но это чисто по ощущениям В хорошем, конечно, надо измерять, но пока статистика не набралась Ничего не скажу, не хочу быть голосовным Скажу пол-литра, окажется литр, скажу литр, окажется пол-литра Будет нехорошо Не знаю, как влияет на расход топлива Ну и, наверное, последнее, что я хотел сказать, а то солнце уже идет к закату Лично мне дико нравится звук, с которым закрывается вот эта лестница Только послушайте Он настолько гармонирует со всеми теми звуками, которые умеет издавать этот автомобиль Что я, честно говоря, не выдержал и записал, ну, небольшой бит, что ли, такой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok